уважаемые весы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 9 по 15 мая включительно события этого периода я рассматриваю в общем самые важные самые основные моменты о которых вам нужно знать касательно вашей личной жизни дома работы для тех кто не работает я беру дополнительные отдельные карты рассматриваем ваши финансы в общем внешний мир в отношении вас скрытые факторы подводим итоги этой недели обязательно берем для вас карту основного совета и традиционно вы можете сейчас загадать картам один вопрос желания карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт и ответит на ваш вопрос желания поэтому думайте сейчас о своем вопросе вопрос должен быть всего лишь один а я напоминаю что этот расклад вы можете смотреть как по своему основному знаку гороскопа также и по асценденту и то и другое правильно на стол для вас в произвольном порядке выпала карта быстрого вестника это рыцарь монет и если говорить о мужчинах весах для вас эта карта может предвещать неплохие заработки или возможность что-то финансово улучшить для кого-то эта карта даже может показывать рабочие дороги и встречи переговоры или командировки для женщин что-то может решаться с помощью мужского лица но для вас тоже эта карта хорошая думайте сейчас о своем желании так как расклад общий по каждой карте я стараюсь озвучивать максимум из того что я вижу вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию думайте о своем вопросе колода настраивается на вас сегодня я работаю на колоде таро универсальный ключ помогать нам будет оракул затмения и еще одна колода универсального таро тоже будет сегодня нам помощником кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу а я начинаю ваш расклад и так ваша первая карта уже на столе и сразу старший аркан влюбленных уважаемые весы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваша склад начался с карты старшего аркана влюбленных и закрывает ваша склад тоже карта старшего аркана но это правосудие а это говорит о том что будут какие-то перед вами в этом периоде очень сложные задачи которые нужно будет решать и здесь возможно вам даже на кого-то нужно будет надавить или что-то ускорить но к сожалению на завершение этого периода многие вопросы по-прежнему для вас останутся открытыми и во что-то по-прежнему нужно будет вносить ясность или коррективы также в крест вашей судьбы выпал еще один старший аркан и это карта мага а это говорит о том что многим из вас поможет ваша находчивость ваш изобретательный ум и в общем то ваш интеллект и ваша логика где-то даже смелость и напор для многих из вас эта неделя будет очень активна несмотря на то что на начало этой недели вы как будто бы немножечко подвисаете в чем-то сомневаетесь или в чем-то не уверены потому что карта влюбленных может показывать любую двойственность но в то же время это выбор который предоставляет вам жизнь а значит этот выбор у вас будет так как эта карта влюбленных для кого-то из вас она может напрямую говорить о выборе в любви в личных отношениях но для кого-то это выбор в рабочем деловом партнерстве для кого-то это выбор решений тех задач которых вы перед собой ставите но что важно по этой карте в вашу жизнь вмешиваются высшие силы и пытаются вас уберечь от ошибки ошибки возможны почему потому что я вижу что рядом с вами есть и люди недоброжелатели общий запас энергии у многих по этой карте великолепный если говорить о том стоит ли начинать какие-то серьезные дела с понедельника пожалуй не стоит лучше хорошенечко подумать и что-то перенести на центр недели вот то что самое основное или самое важное к чему-то нужно лучше подготовиться или что-то нужно лучше продумать об этом говорит карта семерки мечей она говорит о том что у вас могут быть враги как тайные которые себя не афишируют не демонстрируют но также и явные то есть явно рядом с вами есть кто-то кто пытается вам в чем-то помешать может быть кто-то не хочет чтобы вы получили то что для вас важно вы многие сами себя будете вести очень аккуратно по семерки мечей вы всячески осторожничаете присматриваетесь к внешнему миру и к людям эта карта может показывать любую хитрость с вашей стороны либо то что вы сами за кем-то наблюдаете либо вас интересуют дела успехи может быть ваших конкурентов но точно также могут наблюдать за вами если говорить о личной жизни для тех кто находится в состоянии треугольников а карта влюбленных может показывать состояние треугольников не спешите с выводами потому что семерка мечей может показывать измены и то что человек который рядышком с вами недостаточно с вами честен и открыт поэтому стоит задуматься именно поэтому вас судьба и ставит перед выбором возможно по этой карте кто-то будет пытаться воспользоваться какими-то вашими идеями или вашими достижениями вы конечно же этого явно не хотите также эта карта может показывать любые потери но в случае вашей невнимательности то есть работа бизнес чтобы вы не делали даже если вы куда-то перемещаетесь где бы вы не находились будьте внимательны и следите за своими вещами потому что эта карта может показывать даже воровство на бытовом уровне если кто-то работает посредством компьютера усильте безопасность вашей компьютерной программы потому что возможны взломы и видите кто-то пытается проникнуть то есть эта карта для каждого из вас может проиграться по-своему но проявлять осторожность нужно и вы по этой карте из-за чего-то постоянно нервничаете но все-таки в центр вашего расклада выпала хорошая финансовая карта и это 8 монет поэтому многим из вас она предвещает доходы доходы стабильные поэтому у многих будет работа и будут заказы для те кто не работает не исключу что у кого-то из вас есть дополнительный источник дохода через который вы все-таки получаете финансы но для вас я чуть позже возьму отдельные карты для тех кто работает и учится это также возможность совмещать работу и учебу но нужно будет на этой неделе вносить ясность и в рабочие моменты и в моменты образования возможно вам нужно к чему-то лучше подготовиться в особенности всем тем кому предстоят зачеты дипломы получение дипломов или сдача экзаменов почему это говорю потому что вас будут очень серьезно тестировать свою работу вы делаете на качество вы всегда пытаетесь чем-то совершенствовать и получать попутно новую информацию благодаря которой вы могли бы развиваться у многих из вас в голове есть какие-то авантюрные идеи или желание рискнуть попробовать что-то дополнительное либо что-то еще возможно кто-то уже сейчас совмещает либо несколько идей которые для вас важны либо несколько проектов это как эксперимент или может быть вы чему-то учитесь и новый опыт пытаетесь применить вашу основную работу в вашем раскладе выпало сразу два туза и обе вот эти карты предполагают то что для вас важно что-то запустить или что-то развить но не спешите почему потому что рядом с двумя этими тузами скрытых факторах выпала карта смерти и она может говорить о том что что-то может срываться или не получаться по крайней мере в течение этой недели и примерно до 20 мая вам не стоит слишком рисковать чуть позже примерно через полторы недели что-то начнет улучшаться и тогда уже можно будет действительно рискнуть и ваш риск будет оправдан потому что ваш расклад выпал еще один туз и это туз монеты но это то что будет не на этой неделе а чуть позже все равно ваша голова не спокойно ваши мозги постоянно работают и вам важно улучшать уровень и качество своей жизни и вы все время думаете о том как заработать лучше либо вы хотели бы куда-то вложить деньги возможно с этим и связан определенный риск потому что здесь если на этой неделе вы рискнете крупными деньгами вас ждут потери поэтому не стоит совершать каких-то крупных сделок с недвижимостью купли продажи если вы работаете на биржах то же самое будьте очень внимательны и аккуратны перейдем теперь к нашим семейным парам и посмотрим что в ваших домах что в вашем быту что между вами для вас выпало два старших аркана это карта умеренности и карта мага я вижу перед собой две очень сильные личности которые не уступают характерами друг другу но лично вам несмотря на то что вы видите манипуляции своего партнера вот в отношении вас а ваш партнер пытается вас всячески где-то подавить подмять под себя возможно навязать вам какие-то свои идеи или свои мысли или может быть ваш партнер хочет чтобы вы делали так как хочет он они так как вы возможно сознательно вам навязывают определенные ограничения в вашу голову чтобы вы себя чувствовали в чем-то ниже чем он или она но вы достаточно умны для того чтобы это понимать и вы способны многому учиться и вы очень хорошие ученики я вижу что вы по жизни оба чему-то учитесь но если говорить о вас все-таки где-то вы должны своей второй половине в этом периоде уступить возможно вы каким-то образом зависите от него или от нее но если говорить о женщинах все-таки показано что мужчина пытается брать вверх в этих отношениях да он несет на себе основную ответственность за все то что происходит в вашем доме пытается как-то улучшить финансовое поле но при этом где-то может вам и соврать где-то может исхитрить при этом постоянно привлекает к себе внимание говорить должны только о нем и восхвалять должны только его то есть ваши интересы или то что касается вас может отходить на второй план поэтому как бы вы не любили человека не забывайте о том что важно именно для вас а в вашем подсознании я вижу тоску я вижу боль я вижу слезы иногда у вас из этих отношений опускаются руки хотя внешне все выглядит вполне достойно и для многих вы можете казаться вполне успешной парой но в вашей душе все не так если говорить о вашем партнере как бы он не пытался вами управлять я вижу страх вас потерять боязнь чувство собственничества ревность желание обладать вами чтобы вами больше не обладал никто при этом могут быть у вашего партнера свои мысли он или она может смотреть еще на кого-то и для него это в порядке вещей но не для вас такова логика вашего партнера поэтому я вижу что есть те у которых отношения все-таки могут доходить до развода но карты говорят о том что не спешите если меня смотрят действительно те кто разводится и вы одной ногой в отношении другой ногой хотите из них выйти то вас ждут все-таки судебные тяжбы раздел имущества и что-то вам отстоять будет для себя очень непросто поэтому здесь будет борьба и ваш партнер вам в чем-то не захочет уступать в конечном итоге если вы пойдете на принцип поэтому нужно хорошенечко подумать для тех кто находится в такой ситуации вам нужна дополнительная консультация юристов чтобы вас проконсультировали потому что на конечный итог этой неделе выпала карта юстиции она может показывать любые официальные лица организации которые вам могли быть чем-то помочь у всех тех у кого есть любые другие судебные дела следствия сложное взаимодействие со структурами сложной договоренности здесь тоже нужно будет вносить ясность это же вам нужна будет чья-то помощь или чей-то совет здесь как будто бы на чашах весов вашей жизни очень многое что-то взвешивается и тут важно в этом периоде не допустить ошибку а вы торопитесь вы спешите вам не всегда легко контролировать свои эмоции эмоции зашкаливают и вы можете где-то бы даже риски на слово таким образом вы сами себе можете навредить поэтому будьте все таки более лояльными и терпеливыми на этой неделе ищите золотую середину ну а теперь перейдем к нашим свободным весам для свободных выпала пятерка чаш карта колеса фортуны 10 старший аркан и четверка монет в общем-то карты неплохие и несмотря на то что вы по пятерке чаш очень сильно грустить и переживаете по поводу своей личной жизни вы огорчаете что что-то не получалось раньше вам кажется что и сейчас в вашей жизни все не так как должно быть из-за того что вы начинаете уходить в себя страдать либо слишком культивировать тот негатив который был в вашей жизни вы действительно себя откидываете в сторону от нормальной полноценной жизни поэтому вам нужно мыслить позитивно и рядышком с вами выпала карта колеса фортуны которая предвещает для вас стопроцентные изменения вы даже сейчас находитесь не в такой плачевной позиции или ситуации как вы себе это видите за вашей спиной стоит два полных куб когда я вижу что у вас были потери да я вижу что вы многое пережили но не стоит отчаиваться не стоит унывать снимите себя вот эту паранжу попытайтесь что-то в своей жизни поменять оглянитесь на 180 градусов и вы увидите что такие возможности вам будет давать сама судьба а по колесу фортуны вашу жизнь умешиваются высшие силы и пытаются вам помочь то есть вам могут предлагать неплохую работу достойный заработок для кого-то карта колеса фортуны может показывать дороги перемены связаны с дорогами либо с поездками но многие из вас большие собственники по жизни люди которым что-то очень тяжело менять поэтому вы может быть даже если делаете шаг вперед потом вы делаете шаг на месте и топчитесь вот так вот и стоите а вы должны идти вперед и ничего не бояться для тех у кого есть основная работа для свободных четверка монет предполагает небольшие но стабильные доходы если будете лучше думать по восьмерке монеты помогу вы свой доход можете улучшить и многим из вас действительно стоило бы чему-то подучиться или переучиться или поднять свое мастерство свою квалификацию для того чтобы зарабатывать больше если меня смотрят те кто на сегодняшний день встречается возможны встречи на этой неделе даже если вы на расстоянии я вижу что будет возможность скорее всего увидится но вам гарантирована переписка телефонные звонки те кто разводился но вы еще до конца что-то не решили по разводу карта юстиции говорит о том что нужно закончить прошлый процесс закрыть его что интересно что по колесу фортуны вашу жизнь могут входить и новые люди то есть возможны новые знакомства новые варианты для вас но даже здесь вам тяжело что-то менять поэтому многие из вас свое основное внимание все-таки переключают в работу также хочу заметить что даже если вы встречаетесь ваш партнер не осыпает вас подарками немножечко жадничает немножечко скуповато или прижимист в отношении вас все время считает свои деньги хотя у него есть доход и стабильный все те кто самостоятельно зарабатывает свободное вы боитесь того что вашу жизнь войдет человек который будет пользоваться чем-то вашим и еще ничего не началось а вы уже к чему-то относитесь ревностно давайте теперь возьмем дополнительные карты для всех тех у кого есть основная работа что еще вам нужно знать и возьмем дополнительные карты для тех кто не работает вообще с финансами все-таки я вижу что есть определенные сложности давайте смотреть что ждет тех кто работает или что вам нужно знать для вас выпало тройка чаш и эта карта может показывать любые приятные события в работе успехи достижения то есть возможность двигаться по карьерной лестнице вперед то что кто-то может быть признает ваши успехи для кого-то это действительно какие-то грамоты дипломы признание вас начальством или руководством если вы работаете на себя то эта карта может показывать ваших друзей единомышленников и в общем то она говорит о том что рост есть заработки будут доходы будут и при этом вы на этой неделе сможете совместить приятное с полезным и поработать и отдохнуть и может быть с коллегами у вас что-то намечается тут как небольшое веселье и возьмем для вас еще одну карту это четверка чаш еще одна карта чаш на говорит о том что по поводу работы очень много эмоций чувств и переживаний к вам поступают дополнительные либо встречные предложения из внешнего мира либо вам кто-то предлагает помощь но вы не спешите ее принимать очень много рассуждаете думаете боитесь оплошности вы не уверены в чем-то поэтому и на начало расклада и выпала карта влюбленных но с другой стороны эта карта может показывать некоторую усталость меланхолию желание отдохнуть если вы захотите вот этой передышки на какой-то период без ущерба для себя вы сможете взять небольшой перерыв то есть при этом работу свою вы сохраните и давайте возьмем карту дополнений для тех кто не работает для вас выпал старший аркан шут а эта карта всегда показывает совершенно новые возможности в вашей жизни что-то то чего вы не делали раньше вообще для кого-то это новые знания новый опыт новое образование для кого-то это возможно даже дороги связанные с новой работой другая страна или другой город новые люди в вашей жизни и все это вас будет занимать и все это вам будет очень интересно но где-то вы немножечко рискуете хотя я вижу что вы хотите рискнуть для того чтобы начать что-то чистого листа это достойно уважения и все-таки эта карта вас призывает к тому что действительно если вы думаете о том чтобы чему-то научиться у вас с легкостью это получилось бы потому что вы очень способные ученики и вы как губка будете впитывать любую информацию благодаря этой информации будете идти вперед давайте для вас возьмем все-таки еще одну карту как совет и на совет для вас выпла двойка чаш она говорит о том что по поводу чего-то нового все-таки вам нужно с кем-то посоветоваться или заручиться чьей-то поддержкой эта карта может показывать любой позитивный для вас диалог или разговор благодаря которому вы для себя что-то лучше поймете может быть даже рассказал кому-то о своей проблеме вам кто-то с работой может вызваться помочь такое тоже возможно и это может быть либо ваш хороший друг знакомые либо даже родственник для кого-то человек возлюбленный который вас будет поддерживать поэтому я не вижу для вас каких-то больших блоков или ограничений связанных чем-то новым поэтому начинайте пробуйте у вас что-то должно получиться но я уже говорила что все те у кого есть деньги те у кого есть старты вы хотите куда-то свои деньги вложить на этой неделе не рискуйте туз мечей предвещает препятствия и сложности тем более эта карта диагоналит с картой 13 старшего арка на смерти также я вижу что многим из вас в чем-то очень сложно перестроиться и тем кто в паре и нашим свободным весам в вашей голове есть какие-то стереотипы какие-то привычки привязки что-то то что мешает вам жить либо то что тянет вас назад скрытых факторах карта смерти не говорит о смерти на физическом уровне но она говорит о том что многих из вас жизнь вынуждена поставить перед выбором вот этих самых перемен и изменений и вашу жизнь может войти что-то новое но только тогда когда вы поменяете что-то в своем сознании слишком много страхов и это и есть ваш основной блок также на этой неделе не стоит оформлять новые кредиты кому-то одалживать деньги или самому или самой брать в долг для того чтобы финансово быть на плаву потому что под узу мечей возможны любые траты деньги расходуются ваша голова все время должна работать как удержаться вы удержитесь на внешний мир для вас выпала королева чаш и если говорить о женщинах весах эта карта может еще и показывать ваше желание хорошо выглядеть вы показаны как женственная красивая но в то же время у вас очень жесткий характер и во многом вы мужчинам не уступаете если у вас есть определенные хобби и увлечения вы хотите в чем-то развиваться то сейчас если куда-то вкладывать деньги тоже сложности но чуть позже что-то будет получаться в любом случае не бросайте вот эту идею и идите к тому что вам нравится или к тому чего вы хотите также карта королевы чаш может показывать женщину влюбленную это что вы хотите перемен в личной жизни и понимаете что для того чтобы даже начать новые отношения это тоже сложно это тоже не просто но у вас тоже получится если говорить о мужчинах весах то в этом периоде на вашу жизнь из внешнего мира будет влиять женщина женщина которая к вам очень привязана но в то же время где-то вам с этой дамой сложно общаться но общаться вам нужно потому что эта женщина каким-то образом приносит вам все-таки удачу и вскрытые факторы как я вам уже говорила выпал туз жезлов карта старшего арка на смерти и карта туза монет видите две карты начинания здесь вы горите идеи что-то начать и вроде бы движетесь вперед и вроде бы что-то начинает получаться потом раз и что-то блокируется полная приостановка и что-то срывается значит все-таки к чему-то недостаточно готовы и если говорить о карте шута для тех кто не работает вообще в негативе она говорит о том что события вашей жизни развиваются слишком спонтанно и слишком быстро поэтому не спешите производить определенные манипуляции с деньгами все-таки лучше для вас ну примерно через 10-12 дней не раньше давайте посмотрим чем для вас та неделя завершится на завершение этого периода выпала карта юстиции и она говорит о том что и выходные у многих ваша голова не будет отдыхать по этой карте даже выходные могут решаться какие-то очень важные вопросы для вас но повторюсь чего бы не касался вопрос вам понадобится чья-то еще поддержка или чей-то совет и спешить не стоит карты говорят о том что если вы сейчас совершите ошибку то и результат будет негативным поэтому вам нельзя ошибаться вам нужно все просчитывать все за и против также эта карта кармическая и она говорит о том что даже если на сегодняшний день в вашей жизни что-то и не так то вы сами можете быть в этом виноваты а теперь приходится расплачиваться за собственную беспечность в прошлом и теперь возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпла карта четверки чаш она говорит о том что многим из вас действительно не мешало бы отдохнуть и для наших весов которые работают если вы помните уже выпадала четверка чаш я вам рекомендовала взять небольшой отпуск небольшой отдых сделать перерывчики если вы устали но также эта карта говорит о том что вам действительно кто-то предлагает подмогу видите вот эта самая четверка чаш которая уже тоже была в раскладе то есть карты дублируют информацию вам предлагает кто-то помощь но вы не спешите ее принимать и возможно вы правы потому что в вашем случае нельзя торопиться и что-то действительно нужно лучше взвесить и обдумать эта карта проработки собственных ошибок и теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос и выпала карта пятерки жезлов эта карта дает однозначный ответ нет эта карта борьбы и вам постоянно кто-то будет создавать помехи это могут быть определенные люди либо даже сама жизнь вас ставит определенные рамки и это сложности давайте возьмем еще три карты это общая информация которая я думаю будет полезно и интересно и мужчинам и женщинам спросим что еще вам нужно знать по карте луны я вижу что очень много переживаний сомнений болезненное восприятие чего-либо есть внутренние страхи нестабильная психика это говорит о том что вы излишне где-то нервничаете ну в общем то все это я уже в раскладе проговаривала теперь берем дополнительные карты карта горы показывает с одной стороны ваши амбиции с другой стороны сложности в реализации ребенок может показывать сложности связанные с любыми важными или новыми для вас начинаниями но для тех у кого есть дети это также проблемы связаны с вашими детьми или с их образованием или с их ростом может быть у кого-то дети находятся за границей или на расстоянии от вас тяжелое общение или тяжело увидится или тяжело встретиться и это то что вас может беспокоить и волновать но для вас выпала карта выбора видите ваш расклад начинался с карты влюбленных это говорит о том что выбор есть выбор будет развилка предполагает выбор вариантов то есть вы будете искать обходные пути того как ту проблему которая существует решить у каждого понятно своя жизненная ситуация по развилке также для многих из вас возможны дороги на дальние расстояния то есть возможно все таки чуть позже появится возможность поехать туда куда вы хотели бы поехать и даже то что касается дорог здесь тоже скорее всего будет выбор вариантов и на вашу ситуацию если меня смотрят мужчины может влиять женщина это может быть довольно таки молодая женщина либо светленькая либо голубоглазая но это может быть ваша подруга знакомая или даже родственница которая влияет каким-то образом на все то о чем вы думаете женщины у которых есть дочери я вижу что очень много волнений из-за ваших дочерей в особенности если они где-то далеко от вас давайте все-таки возьмем карты дополнительного совета для женщин для женщин выпала карта книги прежде всего эта карта показывает образование сбор информации огромное общение с другими людьми и по факту по этой карте для вас будет что-то открываться нужную информацию вы сможете для себя найти возможно сможете решить какой-то бумажный вопрос также эта карта может предполагать то что если до этого момента что-то было скрыто от ваш глаз и чего-то вы долгое время не видели то что-то вскроется и что-то для вас станет ясным и понятным для мужчин выпала карта женщины и эта карта говорит о том что да рядом с вами есть женщина от которой что-то может зависеть зависеть ваш выбор и на ваш выбор эта женщина будет влиять на женщина пытается вам всячески помочь и она пытается вас каким-то образом защитить здесь две женские особы одна помоложе другая постарше и с мнением женщины вам придется считаться уважаемые весы таким для вас был расклад на период с 9 по 15 мая пишите в обратных сообщениях насколько эта информация была для вас важна и полезно подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться и я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем удачи и до свидания